Приветствую вас дорогие мои, вы на канале Натали Мастерс, это вязание крючком и спицами, множество креативных мастер-классов, мои авторские разработки, а сегодня мы с вами займемся вязанием замечательных двух видов шнуров, один трехранный и другой плоский, одним приемом, посмотрите какая красота, четкие грани, настоящая пирамидка, пригодится для многих изделий в качестве отделки, в качестве шнурка или ручки для сумочки, например, в общем классная вещь, я покажу вам как начинать, как заканчивать и конечно же оба вида вас порадуют и пригодятся, я уверена, посмотрите на эти грани, очень красиво, и второй вид шнурочка, посмотрите он плоский, такой же сложно сочиненный внешне, но не представляете, как легко вяжется, так что начинающие мои крючковязы, смотрите дальше, все настолько просто, это удивительно, скорее берите пряжу, крючок и начнем, для начала замыкаем первую петельку и провязываем 5 воздушных петель, раз, два, три, четыре, пять, соединительным столбиком, замыкаем кольцо, вязать мы будем всегда за заднюю планочку петли, есть нижняя, передняя, которая внутрь смотрит и задняя, сюда же провязываем столбики с одним накидом, один, второй и третий, все в эту петельку, теперь считаем петельки, раз, два, во вторую, за заднюю стенку петельки, снова вяжем 3 столбика без накида, раз, два, три, крутим, смотрим, вторая петелька, третий раз, там мы с вами провязываем 3 столбика в одну петлю за заднюю стенку, раз, два, три, продолжаем вязание, и теперь у нас с вами вязание пойдет в каждую третью петлю, 3 столбика в каждую третью, получится тогда с тремя гранями шнурочек, в третью петельку за заднюю стенку вяжем 3 столбика без накида, раз, два, три, и продолжаем весь шнур так вязать, в каждую третью петлю, 3 столбика, вот и весь секрет, конечно же, можно вязать достаточно туго, можно вязать с бисером, использовать разную пряжу, это может быть и ручка для сумки, да, я вам уже говорила, и прекрасное украшение на шею, так как шнур очень декоративный, красивый, попробуйте, все зависит только от пряжи, каждый раз считаем до трех, и еще раз до трех, свяжите нужный длинный шнурочек, и он немножко по спирали закручивается, пускай вас это не смущает, немного ВТО, паром горячим, придайте форму, и вы можете сделать его совсем ровным, и положить, вы знаете, такие конструкторы были, змейка, кубик, рубик и змейка, вот похож он как раз на эту змейку, своей трехгранностью, раз-два-три и три столбика вяжем, шнурочек вяжется очень-очень быстро, раз-два-три, настоящий релакс, такое приятное занятие, так что навяжем шнуров, и еще одно применение, конечно же, пояс, прекрасный пояс, можно сделать кисти из бисера, у меня оттенок полыни, пряжа от Дропс, прекрасный 80-й оттенок, так, продолжаем, раз-два-три, вот и все, и теперь перейдем к закрытию, как же нам закрыть такой шнурочек, можно очень просто, вытянуть накид из каждой петельки, и затянуть все вместе, можно постепенно закрыть, вот что у нас с вами получается, прелестный шнур, вроде бы я перечислила все, почти все способы применения, можете написать свои, и давайте теперь закроем шнурочек, один из способов, это просто вязать не один, а два, например, столбика, в каждую вторую петельку, кстати, такой вариант шнура тоже может быть, и плоский, и тройной, тоже в каждую вторую по два, в каждую вторую по два, а у нас в каждую третью петельку, по три, и теперь, мы просто закрываем, с вами шнурочек, последний раз я так провязываю, провязываю, три раза, из каждого второго, по две, по два столбика, и наконец, можно совсем закрыть, вытягиваю, провязываю, провязываю один столбик, еще один, и соединительным столбиком закрываю, провязываю последнюю оставшуюся петельку, обрезаю, и крючком, так как внутри, конечно же, шнур наш полый, можно кончик затянуть, и пропустить его внутрь, но вы можете так постепенно не закрывать, можно, еще раз хочу повторить, можно вытянуть из каждой второй петли накид, и протянуть через все оставшиеся петельки, кончик нити, тогда он резко закроется, могут быть любые варианты, можно длиннее заправить ее, для надежности, либо оставить для того, чтобы какое-то украшение, бусинки привязать, все зависит от ваших целей, готов наш шнурок, и расскажу вам второй вариант, как таким приемом связать, точно таким же плоский шнур, у него получается такой же декор, но он просто двусторонний, плоский, и прекрасно держит форму, кончики у нас с вами получились очень аккуратные, я надеюсь все было понятно, переходим теперь к варианту плоского шнурочка, точно так же мы с вами должны набрать 5 воздушных петель, набираем раз, два, три, четыре, пять, и соединительным столбиком, также за дальнюю планочку, провязываем соединительный столбик, теперь мы будем вязать для начала по два столбика, сюда же я провязываю столбик с одним накидом, и второй столбик с одним накидом, против часовой стрелки во вторую петельку провязываю еще два столбика за заднюю стенку без накида, третья двоечка у нас опять во вторую петлю идет, тоже два столбика, теперь я считаю и в третью петлю провязываю три столбика раз, два, три, первый раз и в каждую третью петлю теперь буду вязать три столбика, все у нас сложился с вами пополам шнур, когда мы провязали второй раз по три, третий раз в каждую третью и вы можете его уже удобно держать, он становится плоский двусторонний, считаем раз два три, провязываем еще три, видите он уже сложился пополам, очень красиво получается, классный классный вариант, можно использовать как тесьму, как тоже ручку, как пояс конечно же, раз два три и каждый раз перехватываем, и он у нас с вами имеет две стороны, такой шнурочек, operator 2-1. Субтитры делал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок смотрим на результат он классный и закрыть такой шнурочек тоже очень и очень просто давайте закроем провяжем с вами во вторую петельку 2 столбика и еще раз во вторую 2 столбика поворачиваю и за заднюю планку во вторую петлю и еще в одну я вытягиваю нить и последнюю петельку тоже провязываю отрезаю хвостик затягиваю узелок и заправляю внутрь полого шнура хоть он у нас и плоский тоже внутри полый поэтому удобно несколько раз протяните заправьте по надежнее и поставьте кончик если вам нужно будет кисточку прикрепить или декор какой-то или пришить колечко если это сумка много может быть вариантов вот такая змейка прекрасная на этом я буду прощаться с вами дорогие мои приглашаю вас конечно же за пряжей дропс дропс мускат мерсеризованный стопроцентный хлопок из которого я вязала сегодня красивого цвета полыни 80 блестящий но очень очень мягкая пряжа 50 грамм 100 метров спицы рекомендованы номер 4 можно стирать при 40 градусов очаровательная ниточка ну любую норвежскую пряжу дропс вы можете приобрести у меня так же как и перуанскую пряжу итальянскую бобильную пряжу и множество самых разных инструментов и аксессуаров я буду на этом с вами прощаться поставьте видео лайк если она казалась для вас полезным любопытным подписывайтесь на мой инстаграм и второй канал все целую вас обнимаю до завтра мои дорогие пока пока